Приветствую вас! Хочется сразу сказать, что психологи мне дают советов, поэтому конкретно на совет я бы не рассчитывал. Психологи помогают скорее разобраться в себе. Вы пишете, что с мужчиной есть маленький ребёнок, но отношений нет. А вот не кажется ли вам, что это как-то немножко вступает в противоречие тем, что вы называете себя семейным человеком, глубоко семейным человеком? На мой взгляд, просто глубоко семейный человек, тот, который сначала выходит замуж, чтобы женится, а потом, соответственно, появляется ребёнок. Понятно, что бывают случайности, но как так получилось-то, что у вас появился ребёнок, но отношений нет. Он купил нам с ребёнком квартиру, обустроил её, приезжает к нам, играет с ребёнком, а также пытается периодически приславать ко мне с финансовым, но получает отказ. А опять же, как так получилось, что вы позволили всё это сделать мужчине? Я всё время предлагал жить вместе и оформить отношения, но мужчина остался при своём менее оставаться свободным. Ну, как говорится, но нет и сюда нет, общаясь с ним только как со своим ребёнком. Это адекватно. Всё задумывается о других отношениях, так как появился мужчина, у которого есть немалая взаимная симпатия. Мужчины умные, с ребёнком общаются совсем по-другому, готов к серьёзным отношениям. И вот встал вопрос, я ведь имею право приводить в эту квартиру другому мужчину? Если квартира ваша, да, а если квартира у мужчины, нет. То есть всё от собственности зависит. При условии, что вы не замужем, всё зависит от собственности квартиры. Квартира не находится в вашей собственности, судя по всему. Если так, то вот такой расклад. Возникло ощущение, что отец малыша считает, что у нас если есть отношения, хоть они такого свободного характера, для него это как бы норма. Ну, для него может быть нормой всё что угодно, вопрос в том, что норма для вас. Да? Вот. Скажи сразу, с мужчиной общаться очень сложно, вернее вести диалог. Он всё время отмалчивается, выслушивает меня и всё на это. Мне бы сказать, что сложность здесь заключается в том, что вы не опираетесь на себя. Я предлагаю, что сложность здесь заключается в состоянии запроса обратной связи от мужчины. Я думаю, в этом проблема. Я прямо говорю, мне нужна нормальная семья и рано или поздно у меня появится мужчина. Ну, я бы здесь разграничил, на самом деле, семью и мужчину. Если вам нужна семья, это одно. Если вам нужна мужчина, это другое. Вот. Тут я бы, конечно, обратил внимание на то, на каких основаниях вы устраиваете отношения с мужчинами в принципе. Вот. Потребность в семье это одно, потребность в мужчине это другое. Потребность это одно, а желание делать человека счастливым это другое. Это всё нужно разграничить здесь. Так, значит, мне нужна, так, квартира оформлена на ребёнка, он часто приезжает к ребёнку. Ну, смотрите, я думаю, что все равно, пока квартира оформлена на ребёнка, это не собственность ребёнка, правильно? То есть кто-то фактически её владеет на кого-то, вот. Поэтому этот вопрос нужно, наверное, с юристом больше обсудить. Вот. Дальше. Он часто приезжает к ребёнку, его воспитанием ребёнка я не сильно довольна, он развлекает ребёнка, щегочит, учится какой-то тупость, ребёнок дуреет батом. То есть посидеть, позаниматься книжкой, почитать, погулять, этого нет вообще. А почему вы считаете, что ребёнок должен только учиться, почему вы считаете, что ребёнок не должен играть? Вот. У меня есть такое ощущение, что если вы выступаете как родитель по отношению к мужчине, вот. Тем самым, вероятно, вы его можете отталкивать. А имели я право приводить мужчину в квартиру? Ну, опять же, это юридический момент. То есть если квартира не находится в вашей собственности, то нет, не имеете. Ну, в смысле, мужчина может сядь и выгнать в любой момент оттуда и вас, и мужчину. Вот. Оставив там только ребёнка, на которого оформлены квартиры, например. Вот. Так что, тут только договариваться с мужчиной. Могу ли я привезти другого мужчину или нет? Вот. Может кто-то даст совет, как быть в этой ситуации, чтобы всё было честь по честь? Кто-то может сказать, что всё просто? Нет, я не усложняю. Я просто хочу себя провести правильно и начать новую жизнь. Правильно это как? Правильно это как? Вот это проблема. Правильно это как? Правильно это чтобы что? Чтобы что? Нет. Дальше, в моём понимании новая жизнь это семья, где есть мама, папа и ребёнок. Я просто глубоко семейный человек. Я бы сказал, что за глубокой семейностью, как его называют, вы прячете свою тревожность и страх неопределённости. Вот. Которая мешает вам опираться на себя, принимать решения такие, какие хотите вы, и что позволяет вам справиться зависимо от других. Я просто отмешил. Вот. И давайте как-то вот немножко тоже разграничим этот момент. Вот. И скажем, что глубоко семейный человек это одно. Но у человека есть свой собственный путь. Вот. Вот. По которому человек должен пойти? Вот. И соответственно, глубокая семейность, да, глубокая семейность не имеет ничего общего с отсутствием у вас, вашего собственного пути. Дальше. Значит, была замужем долго, просто не сложилось. У нас встретился этот человек, благодарный ему за ребёнку, но не хочу быть обязанным. Вы ему не обязаны. Ваша обязанность ему это только ваша особенность в восприятии. Вот. Вероятно, чувство вины или может быть установка, что всё должно быть правильно. Вот. То есть, есть ощущение, что вы сами себя ограничили. Так. Скажем. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.